Мне приходилось слышать, что у Сталина был целый ряд двойников, и даже якобы умирал уже не Сталин, а его двойник. Ой, вы знаете, это замечательная страна, где даже не мифы, а это детство такое. А были двойники? Ну, тот, кто написал мне эти воспоминания, он как бы почти двойник, но он не двойник, Василий Александрович. А Евсей Лубицкий или как фамилия? Нет, 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 он похож, понимаете, поэтому он мог исполнять обязанности, пойти за гробом Аллилуевой, вот здесь есть целая сцена. Иосиф Виссарионович не захотел идти за гробом Аллилуевой, потому что там он шел некоторое время, а потом пошли здания мимо Красной площади, мимо Манежа. И он, как старый террорист, понимал, что из окна это очень вполне возможно. Площадь Красная видна. Да, в волне возможно. И вместо него он сел на машину, вышел тот в той же шинели, такой же черной, с такими же усами и пошел. На трибуне Мавзолея стояли двойники иногда? Нет, думаю, всегда. Дело в том, что вы поймите, это человек, у которого он болезненно подозрительный. Двойник – это невероятная опасность, потому что тогда и Лаврентий Павлович, и кто-то еще может подумать, а зачем он нам, когда есть вот он. Логично. Поэтому двойник – это страшно, понимаете, поэтому там кто-то высчитывает, что у него извилины на ушах немножко другие, мочки глядят не так. Понимаете, так глядят мочки, так. Иосиф Виссарионович очень боялся, безумно боялся переворота. Двойник – это указание на переворот. Угроза. Вы понимаете, а когда все окружение знает, что тебя заберут, то, конечно, нужно двойник. Но похожий человек, очень, ведь что значит похожий? Вот если я так сделаю волосы, как у него, то я на него похож и отращу усы. А если я сделаю себя проборенным, когда у него были густые волосы, и сбрею усы и сделаю испаньолку, вы абсолютно не поймете, что я на него очень похож. Дело в том, что любой разведчик знает, как это делать. Поэтому, да, были, были, когда ему нужно было, какие-то люди или какой-то человек, возможно, там, вот как тот, которого он, зная абсолютно его преданность, использовал. Но какого-то Луботского, про которого он ничего не знает, кроме того, что он еврей. Свинецкой области, да? Да, использовал. Более того, я думаю, тот, кто бы предложил ему еврея в виде двойника, он уехал очень далеко сразу. Мог пострадать. Не мог пострадать, просто он бы очень внимательно к этому отнесся. И хотел бы выяснить, попросил бы, я уверяю вас, того, кто в этот момент был. Откуда такая идея, да? Да, чтобы они все-таки выяснили, почему мне принесли еврея и сказали, что он мой двойник.